Продолжение следует... Мне говорили, что здесь все будет серьезно. Организация, шоу. А по итогу они не могут даже звук не организовать, нормальный на выходе. Ну ладно, дело не в этом. Короче, здесь какой-то странный зоопарк. Я приезжаю, вижу здесь кого? Гризли, какой-то леп, опять этот стервятник. Вас всех нужно посадить в клетку. Просто посадить в клетку и оставить там надолго. Вы ничего не понимаете вообще ни по жизни, ни в рестлинге. Мне подсовывают кого-то 55-килограммового мудака. Он говорит, что меня победит. Не дает мне выйти на ринг. Получает люлей, отхватывает, уходит. Че это за ботва? Я думал, будет нормальный поединок. И этот турнир. Следующим моим соперником будет принц Блэк Роу. Принц. Вы видели этого принца? Такой принц вообще. У нас таких принцев, это страшное было зрелище. Конечно, видел я пару таких сладких парней. Там, откуда я приехал. С такими парнями обычно любят тусоваться здоровые парни. К сожалению, и может даже к счастью для принца, я не из их числа. Принц Блэк Роу. Тебе не повезло. Тебе не повезло, чувак. Ты выходишь на ринг против самого опасного. Подчеркиваю. Самого опасного чувака в этой федерации. Когда ты выйдешь против меня на ринг, твои поджилки будут настолько трястись. И твоя сладкая задница будет болтаться из стороны в сторону. А потом ты просто испаришься. Испаришься как, не знаю, как термин, как слово, как пшик, блин, как бим от моих сигарет. Если ты думаешь, что у тебя есть какие-то шансы, ты глубоко-глубоко заблуждаешься, парень. По поводу организации. Витя Попа платит мне бабки. Бабки. Знаете, что я понял в 30-ти годах? Бабки. Это самое главное в жизни. Пока у тебя есть бабки, ты король. Приходите на шоу, и вы сами во всем разберетесь. Светете о чем я? Это мои яки пенстрских апостолов, придурки.